Всем привет! Сегодня разберем ошибку F1 или F01 на настенных напольных котлах Паратерм и разберем основные 5 шагов, что нужно сделать, чтобы ее устранить. Поехали! Итак, прежде чем мы начнем, меня зовут Дмитрий Пыжьянов, вы находитесь на канале Грамотный Сантехник. Я работаю в сфере отопления и сантехники, в том числе и ремонти котлов, уже 14 лет. Поэтому, также хочу презентовать свой обучающий материал «Котельный Баблоруб». Это материал о том, как зарабатывать на ремонте котлов. Если что, если еще у вас останутся какие-то вопросы, все ссылочки есть в описании. В конце видео я подробно все опишу, в том числе консультирую, кстати, людей по видеосвязи, если вы, конечно, не можете разобраться в своей проблеме. Ну, а теперь поехали! Итак, первым делом нам нужно понять, а из-за чего вообще эта ошибка происходит. В первую очередь, что нужно понять, это потеря пламени. То есть, плата котла, вот она у нас так обозначена, она не чувствует то, что загорается пламя. То есть, при запуске котла либо газ не пошел, ну, по тем или иным причинам, в общем, пламени плата не почувствовала. В первую очередь, что вам нужно сделать, это, конечно же, поменять фазировку. Потому что фазировка – это дело такое, не статичное. Отключили свет, фазу с нулем могли поменять на линии, на самой, поэтому просто попробуйте перевернуть вилку и котел снова перезапустить. Попробуйте также перевернуть, перезапустить, еще раз перевернуть, перезапустить, если, конечно, с первого раза у вас не получится. Это самое первое, что нужно сделать, потому что это 85%, наверное, причин, то, что F1 у вас вылетела и она не уходит. Так, второй момент – это, конечно же, стабилизатор. То есть, стабилизатор должен быть установлен обязательно на любом котле, у которого есть плата или электронное управление газовым клапаном. Потому что у нас электричество очень плохого качества и, в первую очередь, нужно померить, конечно, напряжение. Или я бы вообще вам советовал просто прямо сейчас сесть и поехать купить стабилизатор. Однофазный, обыкновенный, ватт на 500, допустим, его хватит с головой. Воткнете, проверите, очень часто ошибка из-за этого уходит. Следующий момент. Значит, конечно же, загрязнение, не обслуживали котел, нужно почистить сам электрод ионизации. Видите, вот он здесь вот на гаре. И там идет пыль, нагар, копоть. Берете обычную водку, спирт, берете тряпку, хбшку, откручиваете этот электрод. Вот, или попробуйте хотя бы просто, если у вас нет опыта, залезть в горелку и так его почистить тряпкой. Сам вот этот электрод ионизации, он у вас может быть в настенном котле, он выглядит вот так, в напольном котле он прямой. Когда будете перезапускать котел, вы поймете, какой у вас электрод ионизации, а какой электрод розжига. Посмотрите по схеме, либо попробуйте запустить котел и увидите, где у вас искра идет, где ее нет, собственно говоря, если в горелку взглянуть. И еще один момент, что может быть, это блуждающие токи, так называемые. То есть, если у вас котел подключен железной подводкой и соединен электрической схемой таким образом с газопроводом, по газопроводу может ударить молния, по газопроводу блуждающие токи бегают. И еще у нас люди любят очень делать заземление прямо на газопровод. Поэтому, когда у кого-то что-то в доме происходит, у вас идет наводка, допустим, вольт 20 даже, если пойдет, то вот эта вот штуковина также не даст, точнее, плата просто не почувствует, потому что у вас на корпусе котла 20 вольт, допустим. И таким образом процессор начинает сходить с ума, и, соответственно, нужно установить диэлектрическую вставку. Выглядит она вот так. Это простая резьба с пластмассовой вставкой, чтобы исключить металлическое соединение с газопроводом. Итак, таким образом мы с вами разобрали 4 момента, что может быть. Это повернуть фазировку. Второе, что мы там разбирали? А, установить стабилизатор, почистить электрод и установить диэлектрическую муфту. Также еще нужно заземлить котел, попробовать, если уже совсем ничего не получается. Это мы разобрали с вами момент, когда у вас котел реально загорается, у вас все хорошо, но пламя плата не видит и все равно выдает ошибку F1. Но, если у вас пламя вообще не загорается, то есть не трещит, не загорается, просто котел поработал и не запускается вообще, проверяйте в первую очередь, конечно, эту катушку и газовый клапан. Точнее, не газовый клапан, а вообще есть ли газ в системе. То есть, что вам нужно сделать? Это просто открутить подцепку, либо посмотреть, очень часто просто газ отключают, бывает. Либо газовый клапан закрылся. Так, стоп. В первую очередь, что вам нужно сделать, если у вас вообще пламя не загорается? Если есть газовая плита в доме, естественно, поджечь газовую плиту, посмотреть, есть ли газ вообще. Если газовой плиты нет, открутить от котла подцепку, приоткрыть кран, послушать, вообще газ идет или нет. Во второй момент вам нужно, вторым моментом это уже газовый клапан посмотреть. Самому я бы не советовал в него лезть, но что можно сделать? Можно открыть штуцеры вот здесь и вот здесь, посмотреть. То есть, один из них входной, один выходной. Входной это тот, кто ближе к низу котла подходит. В общем, вообще нужен специальный прибор, но я бы не советовал вам лезть в газовый клапан. В первую очередь, просто проверьте, газ есть или нет. А во вторую очередь, проверьте, срабатывает ли у вас катушка розжига. Да, они бывают, выходят из строя, очень редко, но все-таки бывают и электроды розжига тоже выходят из строя. Поэтому, если искра есть, но он не загорается, естественно, смотрим, есть ли газ вообще. Ну что ж, давайте подытожим. Проверить, есть ли искра вообще. То есть, открывайте горелку, просто смотрите, а искра-то искрит или нет, газ идет или нет. Это вот шесть основных пунктов, которые вы должны проверить. В качестве приложения к этому видео хочу сказать, что на напольных котлах я встречался с такой проблемой, что у некоторых тяга была плохая, то есть, либо турбина, турбонатставка не работала, также не срабатывал, точнее, сработал аварийный термостат по температуре, то есть, котел перегрелся. И еще, проверяйте, ребята, тягу. Также может датчик тяги вырубить котел в ошибку F1. Это основные. Еще, вот, встречался с такой заковыркой, попробуйте почистить форсунки. Реально, когда пламя, то есть, газа идет мало, идет много кислорода, желтое пламя, электрод ионизации не нагревается должным образом до определенной температуры и не выдает определенное напряжение. И, соответственно, тоже будет ошибка F1. Я вам сейчас раскрыл по этой ошибке абсолютно все секреты. Надеюсь, я был для вас сегодня реально полезен. Итак, для тех, кто с нами остался, я хочу рассказать про обучающий материал котельный Баблоруб. Это для самостоятельного обучения курс, который я вам скину, если вы его, естественно, приобретете. Он будет состоять из текстовой и видео версий, то есть, там будут видео уроки со мной, естественно, в главной роли я буду рассказывать про основные неисправности, как ремонтировать, устанавливать котлы полностью и досконально с точки зрения практики. Потому что я практик, я не теоретик, я не буду долго рассказывать, какие там дуги и так далее. Я просто буду конкретно говорить, как можно на этом реально зарабатывать и помогать при этом людям. Самое главное, что сейчас вы можете этот материал приобрести за половину стоимости, так как я его сейчас еще до конца не завершил, поэтому я его сейчас продаю по предзаказу. И вы можете за 50% стоимости к 1 сентября получить полный материал. Как это работает? Вы оплачиваете 1 сентября, когда у нас релиз, я вам его присылаю. Ну а с вами был Дмитрий Пыжьянов. Кстати, если у вас останутся какие-то вопросы, возможно, какие-то будут проблемы в будущем с котлом, с системой отопления, какие-либо вопросы вы всегда можете найти ссылочку в описании, мой номер, написать в WhatsApp, я вас с удовольствием проконсультирую. Подсказка, видео, кстати, вот здесь для ознакомления. Ну а с вами был Дмитрий Пыжьянов. Надеюсь, я был для вас сегодня полезен. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви и до встречи.